Машиностроители республики должны в четверо увеличить выпуск продукции. Взятие этого рубежа можно приблизить, если следовать примеру передовых рабочих Чемкенского завода прессов-автоматов. Сейчас они встали на Ленинскую вахту. Токарь Михаил Гибиев уже трудится в счет 1963 года. Слесарь Иван Гончаров в дни Ленинской вахты шагнул еще дальше, в шестой год семилетки. Вровень с товарищами идет и монтажник Леонид Русанов. Продукция завода — новейшие холодновысадочные автоматы, горизонтально-ковочные машины, фрикционные прессы различных марок. Эта техника идет на вооружение крупнейших заводов и новостроек страны, пользуется большим спросом за рубежом. Чемкенские прессы-автоматы экспортируются во все народно-демократические и многие страны Европы, Юго-Восточной Азии и даже Южной Америки. Кустанай — столица крупнейшей зерновой области Казахстана. После декабрьского пленума ЦК КПСС судьба будущего урожая волнует всех, даже тех, кто, казалось бы, далек от профессии хлеборога. На фабрике «Большевичка» умелыми мастерами швейного дела славут комсомолки Екатерина Безверхая, Катия Жузеева, Людмила Свиридова. Но, любя свой целинный край, хочется владеть и второй специальностью — сельского механизатора. Подруги изучают устройство комбайна. Занятие на курсах ведет инженер облсельхозуправления Андрей Федорович Петренко. Сбудется ваше желание, девушки. Придет жатва, и мы встретим вас на хлебородных целинных полях за штурвалами степных кораблей. В городе Рудном, в трудовой политехнической школе номер 6, старшеклассники сами принимали участие в оборудовании учебных кабинетов. А недавно отличнице Наташи Терешиной и ее товарищам пришла мысль — на уроках труда изготовить для всей школы новые парты. За чертежами обратились в Москву, в Академию педагогических наук. И вот первая парта готова. Она очень удобна. Парта может служить и малышам, и старшеклассникам. Приятно сидеть за партой, изготовленной своими руками. Боксеры Добровольного спортивного общества «Трудовые резервы» разыграли в Петропавловске лично командное первенство республики в составе команд воспитанники школ ФЗО и ремесленных училищ Алматы, Караганды, Северного и Восточного Казахстана. Среди участников — неоднократный чемпион республики мастер спорта Владимир Каримов. В своей весовой категории опытный спортсмен легко одержал победу. Командное первенство завоевали североказахстанцы. Это сайга — редчайшая антилопа современник мамонта. На просторах Петпак-Далы колхозные атары и стада сайги часто подвергаются налету волков. Истребление волков охотники ведут теперь с вертолета. Николай Плякин и Федор Карась с пилотом Юрием Балицким не дадут уйти ни одному заметенному хищнику. Даже таким бывалым охотникам, у которых на счету полторы тысячи истребленных волков, никогда прежде не случалось возвращаться с такой богатой добычей. Вертолеты будут широко применяться в охоте на волков.